Москва, Совет Федерации. Российский сенатор Григорий Карасин дает интервью приднестровским журналистам. Карасин не раз бывал у нас. Ранее занимал пост заместителя министра иностранных дел России. Вел приднестровское направление. Все знает о переговорном процессе в формате 5 плюс 2, который сейчас на паузе. Мы, Российская Федерация, выступаем за то, чтобы формат 5 плюс 2 продолжал существовать и действовать. Помимо этого, естественно, важны контакты между лидерами Приднестровья и Кишинева. Чрезвычайно важно, чтобы форматы не менялись, потому что смена форматов одновременно приведет к массе организационно-политических последствий и затруднит сам процесс. Мне кажется, что Молдова в данном случае является не субъектом, а объектом внимания со стороны Евросоюза и других западных политических, военно-политических структур. Будем надеяться, что здравый смысл в молдавской политике также возобладает. Вот еще одна цитата, тоже о Приднестровье. В том, что касается Приднестровского регулирования. Значит, мнение Приднестровского народа и народа Приднестровья должно быть учтено. Надо сделать все необходимое для того, чтобы люди разных национальностей, живущие в Приднестровье, чувствовали себя в безопасности. Это главное, к чему надо стремиться. Дальше экскурсия по Совету Федерации. В Совете Федерации вот такая интерактивная панель. Наглядно видно карту России. Вот, например, Ямало-Ненецкий автономный округ. Нажимаем, и сразу же карта появляется. И вот руководитель законодательного органа Ямкин Сергей Миронович. Все это было в рамках Международного форума журналистов. Его организовало Россотрудничество. Четыре дня участвовали Приднестровье, Молдова, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Армения. Для журналистов экскурсии по российским СМИ. Это офис Комсомольской правды. Комсомольская правда – это не только газета, но и сайт, различные телеграм-каналы и радио. Вот здесь вот студия, там дальше новости и готовятся к еще одной программе. У нас более 400 городов вещания. У нас происходит такое, как мы называем, орбитальное вещание. То есть мы переносим некоторые программы, срезаем, делаем такой большой конструктор. Это такой сложный процесс. В чем-то у нас очень большая страна и много часов бойцов. Трудоемкие. Но у нас выходит большинство программ в прямом эфире. Прямой эфир можно послушать и на сайте. Там же новости. В Приднестровье их можно читать, в Молдове нет. Мы живем во времена конфронтации. Наш сайт подвергается санкциям в различных странах. Конечно, мы ощущаем определенное падение аудитории. Мы сейчас больше переориентировались на социальные сети. Главным образом отечественные, такие как ВКонтакте и Одноклассники. Мы продолжаем развиваться. Уверены, что наши читатели найдут способ, там, где сайт недоступен, найдут способ его посещать и по-прежнему оставаться с нами. Только на других площадках. Радио «Комсомольская правда». На самом деле здесь каждый день кто-то уходит из знаковых спикеров. В «Комсомолке» встретили Митю Фомина. Российский певец, тот, что раньше был в хай-фай, давал интервью газете. После поговорили о Приднестровье. У Фомина домработница из Паркан. Привет Приднестровню. Света у меня уже работает 8 лет. Откуда она? В Приднестровье. Из Паркана. Из Паркана. Света работает уже у меня долго. Работает у меня на совесть. Рассказывает вам о Приднестровье. Постоянно. Она говорит, пожалуйста, приезжайте к нам в Паркан. У нас такой замечательный город. У нас растут вообще столько новых парков. У нас новые отели. Приезжайте к нам на концерт. Я говорю, Свет, но я еще никак не соберусь, как только меня пригласят в Приднестровье. Вы готовы? Я готов приехать, конечно. Я готов приехать. Потому что у вас уже многие были. Был Киркоров, Билан был. А до меня вообще руки не дошли. Мы и сами рассказывали о Приднестровье другим журналистам. Кто-то слышал о нашей стране впервые. Я первый раз услышала, что есть такая страна Приднестровье. Ребята меня образовали. Первое, что меня поразило, это, конечно же, валюта. То есть она настолько интересная, она настолько необычная, она настолько старинная в плане визуала. Сама команда веселая. Постоянно смеялась, шутила, записывала какие-то стримы. Постоянно у них была какая-то движуха в работе. Рада была познакомиться. Будем на связи. С высоты открывается прекрасный вид на Москву. Это Останкинская телебашня. Кстати, высота самой телебашни 540 метров, а фундамент всего 5 метров. Так как же стоит телебашня здесь в центре Москвы? Секрет прост. Вся башня внутри скреплена специальными металлическими тросами, а металл для этих тросов делали в рыбнице. Тросы с ММЗ в музее Останкинской башни. Здесь все об истории. Телебашню открыли в 1967-м. С расти становилось по проекту выдающегося советского инженера, архитекта, доктора технических наук Николая Васильевич Никитин. Отсюда идет ТВ-сигнал, а сами программы снимают в телецентре через дорогу. Есть в Останкино и свой призрак. Если у нас в Бендерской крепости белая дама, то в телебашне старуха с клюкой. Сгорбленная, да, угрюмая. И лучше ее не встречать, потому что она может предвещать события, начиная от увольнения и заканчивая там болезнью, дай бог, витальными исходами. Да, и вот когда произошел пожар на Останкинской телебашне, говорят, что сотрудница службы, которая погибла при этом пожаре, накануне видела старуху. И она сказала, что у нас на Останкинской телебашне все задавлено, пахнет гарью, она видит огонь. Богатыри, девочка с персиками, портрет Толстого. Это подлинники в Третьяковке. Коллекция галереи более 200 тысяч шедевров живописи и скульптуры. Шишкин «Утро в сосновом лесу» просто потрясающая картина, проработана каждая деталь и есть несколько интересных фактов об этой картине. Изначально Шишкин написал «Лучь только лес» и понял, что в этой картине не хватает жизни. Добытался за помощью к Савицкому и он помог дорисовать медведицу и трех медвежат, просто потому что у Шишкина животные не так хорошо получались. В одном из залов Третьяковки картина нашего художника Михаила Ларионова. Автопортрет 1911 года. Рисовал себя Ларионов углем на картоне. Это один из самых известных портретов Александра Сергеевича Пушкина. Холл Стареста Кипринского, 1827 год. Здесь, в Третьяковской галереи, эта картина хранится с 1916 года. Красная площадь, вот эта Спасская башня и сверху куранты. Они бьют 4 раза в час, каждые 15 минут. И еще, кстати, вы знали, что всего в Кремле 20 башен и их протяженность больше 2 километров. Корнем, из которого выросла Москва, сердцем Москвы и главным антуражем, здесь на Красной площади является Кремль. Москва уже вовсю готова к Новому году. Все здания светятся, Красная площадь. Деревья украсили елочными игрушками. Вот елка здесь уже стоит. Зима в центре Москвы. Прекрасное праздничное настроение. Идет свет. И здесь, на Красной площади, открылась новогодняя ярмарка. Чего здесь только нет. И янтарь, и валенки, и игрушки. Вот работы кузнецов из Питера. Подсвечники, колокольчики, розы из металла. И символ 2024-го. Драконы. Красавец нашего сезона, этого. То есть такой Горыныч. Там стоит Мишка. Это тоже наша работа. Сколько времени вам нужно, чтобы это все сделать? Вот, допустим, этого Горыныча сколько ушло? Очень хорошо. Поверьте, это... Мы его пока придумали. Наверное, месяца 4 у нас ушло. Здесь чеканят памятные монеты. Рядом готовят шашлык и облепиховый чай. С видом на Кремль открытый каток. Кстати, такой же может появиться и в Тирасполе. В декабре планируют открыть снежинку. Каток может работать без крыши. Новый купол пока не сделали. Из снежной Москвы домой в Приднестровье. Международный форум журналистов завершился. Редактор субтитров А.Семкин